всем привет дорогие друзья сегодня 20 26 26 апреля кстати сегодня авария на чернобыльской аэс произошла восемьдесят шестой год по моему да если я не ошибаюсь ладно это такая ну что друзья можно поздравить туристов кто собирался в болгарию я так поняла новость такая прошла что болгария открывает границы для туристов там из снг я так понимаю для всех ну там с какими-то условиями конечно это пцр тыс должен быть или прививки паспорт или положительный тест на антитела я вы че прочитала или если вы в течение до полугода вот переболели перед отъездом вот но теперь ждем ответных действий от лично мы ждем от российской федерации обычно они всегда все делают параллельно то есть отвечают на все и положительные и отрицательные действия других стран но пока тишина границы если болгария открывает с 1 мая только теперь как сюда заехать большой большой вопрос большой вопрос вот такие вот новости вроде бы хорошие новости а вроде бы и не знаешь в этой ность что с этой новостью делать потому что как теперь добраться только получается наземным путем или с какими-то пересадками через третье страны болговой белоруссию или даже на через германию как сюда заехать но тем кому очень-очень надо конечно люди поедут и на машинах и на автобусах лишь бы только добраться до своих домов квартир здесь в болгарии и опять по второму кругу сегодня мы не планировали ничего никуда идти у нас сегодня спокойный тихий день но так как мне так понравилось в прошлый понедельник на ковыряться во всех шмоточках идем мы с рульфом роль хочет кое-что купить в кауфланд потом он уедет домой один а я останусь в торговом центре и полазью и спрашивали мне про второй магазин как он называется я постараюсь и заснять как он называется который похож на немецкий кик мы тогда потихонечку пошли опять сторону торгового центра погода ребята вообще не акти опять холодрыга началась если у нас на балконе 12 градусов то вот там на улице прям градусов наверное 11 10 я сегодня утром открывала окна на проветривание прям холодный ветер а туман был просто молоко вот перед носом перед носом вообще ничего не деревьев видно не было рано утром ничего сейчас уже пробивается солнышком вот солнышко пробивается и туман рассеивается уже видно море конечно горизонта не видно но море видно у меня спрашивали в каком торговом центре я была вот он галерея бургас называется торговый центр здесь я была в магазинах которые я показывала шмотки а мы сейчас идем прямо распогодилось вот такое голубое небо рольф и мы идем с кауфланд папа дорогим или я так понимаю все мокрая здесь тоже машины ездят моют дороги садовник ухаживает за вот этим полисадник ком красивым так ну вот галерея бургас вот она заканчивается здесь и сразу начинается два магазина мема и айко xxl бой какие-то хорошие магазины все для дома мебель декорация все шикарно и сразу за этим магазином вот зелененький это практике магазин стройматериалов инструментов тоже большой строительный магазин строительный магазин заканчивается и вот впереди кауфланд для тех кто бургасе недавно или собирается переезжать вот он практика вот этот магазинчик мне очень понравился посуда там неплохая шторы туль цена приемлема я кое-что набрала себе коробочку взяла тут для косметики такой по мелочам так это вот где икея на втором этаже чего нас тут новенького пошла дальше как костюм после стирки вот сейчас он новый перед стиркой я одела немножко вот такие длинноватые штаны это размер и размеры и чуть-чуть широковатые части и закину стирку посмотрим даст ли усадку или нет вот такой прикольный костюм девочки ну что постирала я костюм от этого када видите вообще нигде ничего не сел не по длине он как был длинный так и остался и по ширине так и остался но я его стирала 40 градусов да и принципе ничего не изменилось но я сегодня было опять байкики чья была неделю назад и сейчас уже этих костюмов нету все и уже разобрали там выбора осталось очень мало вот именно штаники с футболочками длинным рукавом футболки и штаны там кое-что еще есть и причем со скидкой они сделали скидку на что уже тепло а так в принципе я не знаю может они какой-то завоз будет в скором будущем но я купила один костюм еще один на сменку этому вот в принципе хороший трикотаж видите ничего не растянулась не повело не не немножечко мне кажется потерял только цвет не такой сочный стало так принципе и этот принц тоже ничего с ним не стало и вот такое платье домашнее для дома тоже я его постирала и она как было вот размер к и по-моему я брала как был так как было так и осталось вообще ничего не поменялось вот она до коленочки лучше удобно и по дому ходить в общем короче говоря меняю свой девиз принципы жизненные вы знаете когда мама не стала я вот это переосмыслила всю свою жизнь вот так вот она у нас тоже на всем экономила какую-то копеечку складывала сколько мои разговорили езжать санаторий собирает денежку неплохая пенсия у них было и у папы и у мамы вместе они в принципе вот жили неплохо хорошо и откладывала она хорошо и что вот так вот просто в один миг просто человек засыпает и не просыпается и все что вот эти все накопления она все ну вот досталось да нам там пускай это небольшие суммы но лучше по на на эту сумму съездила куда-нибудь санаторий вода и нибудь я не знаю пила себе какие-нибудь новые сапоги новую сумку она все вот как бы экономила экономила на питание они не экономили вот именно экономила на на вот нам вещах что-то для себя сделать куда-то вот поехать санаторий например ты отъезжай нет и что такая сумма не поеду не поеду вот так вот и вот так вот и все и все так что ребята деньги для того чтобы их тратить а у меня принцип такой же как у моей мамочки я тоже все какую-то копеечку то господи ну подумаешь вот ему этого платьишку 5 лет но еще поношу немножко пока дырки не проявятся и все какую-то кубышку складываешь и нафига это кубышка нужно кому она нужна будет потом знаете потом вот эти все накопления мамины они очень тяжело мы с сестрой вот и брали вот эти мысли и слезы взахлеб потому что думаешь боже ну почему так а могла просто на эти деньги вот которые мы потом просто вот поделили сырой да для каких-то своих нужд она могла в принципе на эти деньги взять сесть и поехать и все в паторию в саке отдохнуть вот и после этого после того как мама не стала есть 10 евро я их пойду потрачу на себя я не буду больше их ни в какую кубышку складывать что вот так все все выбрасываю старье и шифонера выбрасываю все и его заставляю мужа моего он тоже такой же все в кубышку но там больше еще немецкий менталитет еще завязываю купила я в этом магазине в айтики еще вот такие то пульки вот 36 37 мой размер и мордочки какие-то с ушками мягенькие можно их стирать они прошиты история не 15 лет ну 7 евро можно сказать все это мои тактики теперь сегодня домашний костюмчик вот эти костюмы еще у них были в наличии там около трех штук я видела взяла я этот раз размер это м очка я посмотрела футболка широкая поэтому я взяла по футболке что не думала будут узковаты но ничего понушаем к этот костюм по качестве не будет чем авокадо поплотнее трикотаж с карманами вот ночью вот такой домашний костюм и он стоил 30 лет 15 евро для дома так что мы теперь два есть можно меняться все сранье свою выброшу старую которая признающим в германии все старое по выбрасываю буду ходить теперь краски вот и просто раз мне спросили наташа вы хоть носочки купили за за носочками то шли в тот раз я не купила в этот раз я купила носки вот этот магазин называется недорогой где и вещи и декорация пепко вот так он называется пепко вот и носки значит три штуки вот стоит 350 лев 350 можно сказать по и лев лев 20 наверное вот так также в этом магазине пепко я взяла еще вот такую вот он хэбэшка цветочек бегать тоже на море так что я прибарахлилась он был тоже по скидке и стоил он всего лишь 8 лев а стоил раньше 15 а сейчас 8 4 евро представляете стопроцентная хэбэшка и были разных размеров вот приятный такой цвет интересный все также я купила вот такую вот коробочку себе вот косметику под мои средства для ухода за лицом у меня все стоит на столе гамузом сейчас я организую все поставлю сюда в эту коробочку и вот такая коробка она стоила 5 лев или 2 евро 50 дальше я купила остальная покупка у меня из магазина лидл в лидл я купила вот такие длинные написано туники взяла размер l и стоили они 11 лев 11 лев две штуки размер l но такие вот плачки это у меня мечт вместо ночнушки все роль уехал короче мы тупанули потому что у меня мой муж пошли пошли пораньше пошли пошли пораньше пока никого нету два раза мы с ним ходили прокатило все было хорошо мы пришли закупились и все нормально в этот раз мы пришли в 10 часов и меня не пустили ни в кауфлан не в лидл он в кауфлан сам заходил тоже вот так пробежался бегом я пока зашла в обувном там ковырялась тоже неплохой обувной там в к возле кауфланда большой такой магазин там держится в кауфлан поэтому я бегом выскочила и уже его ждала на кассе не пустили и еще полчаса оставалось получаются пускаю только в 10 30 и мы еще возле магазина лидл стояли тоже меня из-за того что у меня не пускали он то пошел а я стояла ждала со всеми друзья решила проверить на сэвен билеты потому что мне написали что билеты кто-то смотрел светлана по моему смотрела по 130 тысяч были в общем ну я по 130 не нашла я набирала отдельно бургас москва а потом набирала отдельно москва бургас значит из бургаса в москву 9500 стабильно 9500 вот просто нет никаких изменений весь май весь июнь я смотрела до июля а вот москва бургас 56000 и причем ближайшая рейс но я посмотрела на 9 мая осталось одно место пятьдесят шесть тысяч пятьдесят шесть это без багажа а с багажом эконом стандартные 64 вставляете цены а хренеть и назад прибавить десяточку получается шестьдесят шесть тысяч туда-обратно чтоб слетать и цена меняется только аж в июне в конце июня было двадцать двадцать тысяч и вот самый дешевый билет 4 июля семнадцать тысяч двести семнадцать тысяч двести короче все кто из москвы летят это проблематично назад ну то есть не проблематично а цена балахманная если лечу я из бургаса в москву 1 где-то в июле до с 1 июля наверное 4 июля все-таки мне придется лететь я заплачу всего 9000 за билет а там буду уже улетать не знаю осенью может что-то изменится в общем цены конечно мама не горюй но людям кому надо ехать если если все-таки откроют туристам с 1 мая может быть они все-таки еще пустят какие-то самолеты и все-таки цена упадет но по пятьдесят шесть тысяч в одну сторону без багажа это конечно это конечно жесть вот что еще пока условия посадки на борт не изменились так и стоит туристов пока еще не вписали сегодня 27 апреля вот но стоит что до 30 04 действуют эти ограничения пока они еще ничего не поменяли на сайте то есть осталось три дня туристам пока еще покупать ничего нельзя на самолет потому что пока никаких нету новых изменений по поводу иностранных граждан которые летят в россию изменения есть обычно мы всегда летали спокойно специям тест пцр тест и виза должна быть вот это да теперь стоит я уже тут прочла ними тут посылали на несколько сайтов приказ этот 605 по моему я смотрела лишь 135 вот новый какой-то там приказ в общем единственное что я не поняла действует это для всех иностранных граждан которые визжают на территорию российской федерации или только там стоят такие категории как студенты получение медицинских услуг в россии и по работе вот эти все три категории категория по уходу за больным родителям я вот не знаю нужно будет узнавать посольстве варна вот новое какое правило что все иностранные граждане которые прибывают на территорию российской федерации должны быть зарегистрированы на госуслугах и по номеру паспорта нужно проверять через госуслуги можно ли этому человеку въезжать на территорию рф то есть по номеру паспорта на стойке регистрации как я поняла при посадке на самолет с его на не по номеру паспорта набирают госуслуги и если выходит через госуслуги что разрешено этому человеку въезжать в рф тогда его пустят на борт самолета если нет значит не пустят в общем это какое-то что-то новенькое конечно задолбали уже со всеми этими новыми правилами в какую страну не едешь все что-то придумывает все что-то это вообще когда заход когда вообще закончится это шизофрения общей надоело честное слово надоело опять вот это опять что-то но опять какие-то госуслуги опять тебя нужно там авторизировать регистрировать номер телефона давать придут какие-то эсэмэски на телефон ну в общем там вот такое вот что-то непонятное и перед тем как идешь на посадку да ну нас перед полетом домой там я не знаю за сколько дней наверное муж когда получу визу надо мне этот свой паспорт где-то вбивать на госуслугах там целая инструкция вбивать себя искать и если я там стою как мне разрешено въезд меня впустят если стоя стою что у меня димит вобьют мою визу мой паспорт меня не пустят на борт самолета это что-то новенькое в принципе мне лететь назад будет дешево те кто летят из россии в болгарию вообще охереть цены просто у меня других слов нету но у меня другой геморрой получается образовался ладно